Дорогая церковь, здравствуйте! Действительно, Бог делает какие-то вещи с нами, трясет нас периодически. На прошлом служении мой супруг поделился о том, как нас тряхануло, как несчастный случай произошел с отцом, и он погиб, да, две недели до дня рождения, до 67 лет не дожил. И я бы хотела, потом я на прошлой неделе посмотрела, как Геннадий рассказывал здесь вам, когда нас не было, читал письмо Александра, и я подумала, что мне тоже нужно с вами поделиться тем, что Бог делал со мною во время, вот в это сложное время, но не для того, чтобы вы нас пожалели, а для того, чтобы вы порадовались за нас, правда. Потому что слава Божья, она намного больше, чем те страдания, которые мы можем испытывать. И, как обычно, спланировали мы мое путешествие, это уже была не первая моя командировка по работе, у меня было, у нас должно было быть, было мероприятие, где Господь очень сильно изливал славу свою, где нас поздравляли с новыми достижениями в нашей работе, где я узнавала много вообще, ну, очень много информации было, эмоций, это три дня такого, вот знаете, режима, встали утром, полный марафет, вышли сцены, признания, фотографии, ну, короче, это было очень эмоционально. И когда мне нужно было уже в понедельник выйти к нашей команде, где собралось 61 человек, ну, вот, чтобы вы понимали, мы приезжаем с людьми, начинаем работать, они собираются с разных уголков мира, там, с Израиля, с Италии, с Франции прилетели, 61 человек. И мы там с ними вместе работаем, вместе кушаем, вместе спим, то есть, ну, ночуем в номерах. У нас там как полное такое погружение, вот, нас научили такому способу. Это работает, ну, очень круто, потому что с людьми знакомишься, ты, ну, это очень такое время особенное. Ну, и, конечно, оно имеет очень сильное напряжение, то есть, реально, ты постоянно с людьми, ты на виду у людей. И вот представьте себе, да, то есть такая атмосфера, после вот такого бурных выходных, 7-6 дней такой работы. С утра, с 8 утра и до 11 вечера. И мне так было тяжело. И в понедельник, не знаю, то ли не успел организм перестроиться, было реально, я засыпала, и мне Бог такие вещи начинает говорить, все, Оля, будет по-другому. Думаю, ладно. Я подумала, ну, наверное, я поменяю местами завтрак и принятие душа, да? Думаю, вот это по-другому. Сначала пойду, буду кушать пораньше, а потом я буду, ну, как бы готовиться к тому, чтобы уже пойти на тренинг. У нас 10 часов начинался тренинг, все собираются, 61 человек, и все как должны прийти вовремя, у нас как обучение идет. Потом уже более свободный стиль. И у меня еще было задание от моего супруга поехать там в Москве. Есть такая выставочный центр, где стоят дома. То есть фирмы делают модели реальных домов, которые они могут построить в любом месте земли, да? И мне нужно было поехать и посмотреть конкретную модель дома. Вот. И я так подумала, что, ну, Оля, да нормально все, справишься, вытянем. А знаете, а вот эта усталость, там недоспали, там где-то перенервничали, очень много эмоций, оно копится, 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 копится. И в среду я сказала, все, мне нужно выспаться. Я, короче, все решила ни с кем уже вечером не общаться долго, быстренько закончить свою работу и пойти отдохнуть. А внутри еще мне Бог говорит, Оля, ну как же ты без церкви, да? Вот я сама себе говорю, как же я без церкви? Я воскресенье пропустила, тут еще работать с людьми, столько потом опять пропущу. И у меня тут мысль крутится. Вот Москва огромный город, да? Я была в Москве. А чтобы добраться до ближайшей церкви, это полдня. Пока ты там придешь, служение. То есть я не могу, как бы, я вроде приехала одно, а тут я говорю, Господи, Бог знавидит наше желание сердца. И вот вы представьте себе, четверг, я решаю, что все, я в четверг еду на этот высточный центр. Это был четверг. Все, я поеду, и я, значит, не могла туда уехать целых полтора часа. То есть то у меня телефон разряжается, то я не могу такси вызвать. Я уже и Сашу... И я вот сижу в этом своем номере, я уже оттуда ушла, от людей. Они меня уже потеряли, они уже, конечно, там расстраиваются. Я приехала им помогать, а сама ушла. И, значит, я не могу вызвать такси. Ну, слава Богу, вызвали мы это такси. Я поехала туда, а так холодно, ветер, короче, дует. Ну, я там еле добралась, у меня все вот так течет, вся тушь стекла. Я захожу к этим ребятам, они там менеджеры сидят, меня начали водить, показывать. Я смотрю в зеркало, думаю, Боже мой, Баба Яга. Быстрее помылась там, вытерлась. И вы знаете, вот все вот в таком каком-то... Вот быстрее, быстрее, вот успеть надо, успеть. А что успеть, сама не понимаю. И Бог говорит, все будет по-другому, все будет по-другому. И до вот этого, даже включая этот четверг, реально было какое-то такое напряжение. Я посмотрела, все нормально. Дом, который там, все, что нужно было, узнала. Вызываю такси, еду обратно. А там таксист армянин. И я такая, о, у нас, говорю, в церкви тоже армянин. И давай ему там про церковь, про Христа. Ну, короче говоря, Бог так меня радует, что я хоть евангелизирую по дороге. А вот еще, мы обычно ездим на мероприятия, на такие, на тренинги, и мы евангелизируем. И тут я понимаю, что-то вот не идет. Вот прям вот как будто бы, вот, ну, вы знаете, вот тяжело. Вот с той девочкой, что я жила, я, конечно, ей, ну, как бы, свидетельствовала, да, и она так все принимает. И мне как бы даже было неинтересно, понимаете, вот когда человек принимает, то есть одно дело, когда человек сопротивляется, и ты с ним дискуссируешь, это как бы интерес такой возникает. А тут думаю, что ж, все вот не так, как обычно. И вот получается, представьте себе такой момент, я приезжаю уже поздно вечером, почти в 8 часов, иду по коридору той гостиницы, где мы жили, у нас там было обучение, 61 человек сидели. И я иду по коридору и слушаю, Иисус, я что за дверью? Иисус, я думаю, мама, что это такое? Мне что кажется, дверь открываю, а там служение проводят. Вы представляете, я, аллилуйя, вот это да, Бог ради меня. Вот в этой гостинице, где мы жили, расположил служение, представляете, вечернее, в четверг. И я, конечно, вот это было просто потрясающе. И я там стою, слушаю прославление, а ко мне подходят и говорят, ну, типа, мы тут начали, типа, 10 минут назад. Думаю, вау, я почти на начало успела. И я стою такая, думаю, а на мне, ну, я же холодно была, на мне куртка, сумки, а мне уже тяжело стоять, ну, я же не буду располагаться. Я, короче, в паузе, бегом, короче, в другую дверь, беру коллегу, который недавно покаялся, слава Господу, с мусульманской семьи, с казахской. Я говорю, Баур, пошли, сейчас покажу. И вот я уже с двумя стою, вернее, мы же вдвоем стоим. Иисус. И такой Баур такой говорит, слушай, а может быть, это, Колю пригласить? Он с Узбекистана приехал, с Ташкента. Я говорю, давай. И он, короче, пошел, Колю, мы же втроем стоим. Иисус. А сердце радуется, вы не представляете. Думаю, Господи, какой ты чудесный, какой ты великий. Ты вот меня наполняешь, ты не даешь мне вот разрядиться полностью. Ты вот даешь столько силы, сколько нужно. И потом была потрясающая проповедь про привычки. И вот эти сидят ребята, два новичка, да, для них это было так актуально. И там такой молодой пастор, думаю, ну все, Бог подобрал. Молодой, красивый, интеллигентный пастор, красиво одетый. Думаю, ну вот, представляете, вот как Бог все усмотрел. И много-много парней в зале. И тут сидят два этих новобранца. И я такая счастливая, говорю, Господи, какой ты великий. Слава тебе, Господи. И мы там отсидели. В итоге я прихожу к своим этим, как это сказать, курсантам, которые приехали на тренинг. Никого нету, дверь закрыта. Думаю, опа, попало. Короче, мне пришлось пойти взять ключи, открыть дверь и забрать свои вещи. И так закончился день. Я решила лечь спать опять пораньше. В пятницу утром, я говорю, в 10 часов утра я прихожу, как обычно, на тренинг и говорю своей коллеге, которая ведет мероприятие. Говорю, ты мне оставь 10 минут в конце. Хорошо? Хорошо, говорит. Она начинает тренинг. Я открываю Facebook и вижу Сашину сообщение. Помолитесь за маму, потому что на папу упало дерево, и он погиб. И у меня вот так начинает колотить, и я понимаю вообще, что происходит. Я понимаю, что у меня первая мысль, что мы должны быть там. Вот мы должны быть там, где родственники. А у меня планы, что вот я воскресенье, самолет у меня, да, я возвращаться должна. Вот это сердце тук-тук-тук, и потом звонит мне моя мама, начинает, дочушка, здравствуй, как дела? Я говорю, я все знаю. И вот весь этот час времени, у нас постоянные переговоры. Я уже не помню, о чем я думала, но это было действительно очень тяжело. И Бог говорит, делай то, что ты делать умеешь. А я умею общаться через мессенджеры. И я начинаю писать в церковь Беларуси, пастору, мужу, там, другим. То есть я начинаю вот, ну, есть определенный навык, надо им служить, да. Я начинаю договариваться, да, чтобы за Сашу помолили, чтобы Саша собрал детям трусы, носки и майки, чтобы там церковь посмотрела детей. И я понимаю, что, ну, Бог ничего так просто не допускает. И вы знаете, вот первая была мысль моя, окей, Господь, ты Бог. Я просто подняла руки, это было, ну, что делать дальше? Что делать дальше? Что теперь с этим делать? И Бог дает такое четкое решение, что надо быть там. Я тоже говорю мужу, говорю, давай, говори мне, что делать, я буду делать, что ты скажешь? Он такой, ну что, тебе надо поехать туда. Я такой, я одна не поеду, это страшно. Я говорю, одна не поеду, давай, говорю, мы сейчас договоримся, детей посмотрят, а ты говорю. А вот знаете, вот Бог дал такой мир, я же всегда трясусь за детей, вот просто, вот просто, вот прям вообще там не дают нигде пройти, там около моря, не дай Бог, ножки замочит. А тут я вообще думаю, да дети, да вот просто, если их просто кто-нибудь спать вовремя положит и даст там ложку супа, уже слава Богу. Я поняла, что ну наша церковь делает гораздо круче, все будет хорошо. И мир Бог такой дал. И это был вот час такого мысли. И когда уже все определилось, что Саша берет самолет, детей оставляем в Болгарии, он летит прямиком, ну не прямиком там, конечно, через все перекладные. И он добирался полтора суток до Беларуси, Саша, с Болгарии. А мне нужно было, а я в это время, за это время я побыла целый день на тренинге, полностью мы его закончили. И вечером, ночью я села на поезд, и утром я была. И мы с Сашей в 20 минут разницу приехали в Беларусь. Представляете, на 20 минут Бог так все усмотрел. Но что было потом? Я говорю, господи, что мне теперь с этим делать? А я сижу, я начинаю нервничать, я то вхожу, то выхожу. Кто-то замечает из людей, что я так что-то случилось. Кто-то меня в это время снимает, типа, да, тренинг идет. Оля там, типа, я такая, в непонятках. И в итоге мне моя коллега, которая только что проводит мероприятие, говорит, заходи. Ну типа, иди выходи, ты же просила время. Я беру микрофон, становлюсь перед 60 человек, и у меня накатываются слезы. Я говорю, я не могу. И я начинаю, я им рассказываю, что у нас произошло. И все эти люди, которые только что прослушали крутой эмоциональный тренинг, они просто вот хлоп, и начинают со мной рыдать. И я говорю, давайте помолимся. Представляете, вот Вера там была, все подтверждает. И все эти 61 человек, они начинают со мной молиться. Я в микрофон начинаю молиться. Представляете? Потом Бог дает, отпускает. И я еще так начала. Понимаете, мы всегда что-то планируем, как сказать, в какое время, какой ролик включить. А тут Бог режиссер. Понимаете? Вот Он все это сделал. И я начинаю рассказывать тренинг, как будто бы ни в чем не бывало. И в самом конце, мне Бог опять напоминает, я говорю, знаете, вот ту молитву, которую Саша подарил папе, и сейчас Саша 100%, и я в том числе убеждена, что папа на небесах. Кто хочет, мы сейчас ее проговорим. И вот почти половина тренинга, вернее людей, тут же выходит, мы беремся за руки, люди плачут, без привлечения. Слезы, сопли, слюни. Я только успеваю вот так вот вытирать все. Только салфетки успеваем раздавать. У людей настолько сердца обнажились. Они настолько прониклись. И каждый стал вспоминать, кто потерял ребенка, которому было 17 лет, кто потерял невестку, кто потерял там мужа. И люди все начали разговаривать об этом. И мы стали молиться за нужды. Потом помолились за молитвой покаяния. И это было, я не знаю, сколько это было времени, но мы долго стояли. Мы чуть ли на обед не опоздали. Но это было просто невероятное время. Вот только Бог мог такое сделать. Ну и, конечно же, я воспользовалась ситуацией. Я думаю, что это неплохо. Когда люди мне что-то говорили о своих проблемах на тренинге, я говорила, вот вы же понимаете, да, вот здоровый человек пошел, как обычно, срубить деревья. Раз, и нет у человека. И это как будто бы открывало какой-то путь к сердцу. И все их проблемы, они просто вообще, вот на фоне того, что у меня было, они просто обнулялись. И мы молились за их нужды. И они менялись, у них глаза загорались. Представляете? И слава Богу, что я жила не одна. Потому что, когда я приходила вечером, у меня опять все прокручивало. Думаю, как такое могло быть? Ну, мне Бог давал человека, который говорил там со мной, отвлекал меня. Мы как-то о Боге говорили. И Бог опять поднимает. Потом какими-то проповедями стал Господь меня подкармливать. Я понимаю, что эти проповеди в церкви очень актуальны. То есть Бог всегда поддерживал. Он всегда давал какую-то пищу, давал какую-то опору, объятия другие. И понимаете, мне тоже, они даже переживали больше, чем я. У меня было ощущение такое. И когда спецтренинг заканчивался, а, еще, короче, одна сестра, вот тоже такое хорошее святительство, я ее на прошлом, полгода назад видела на таком же спецтренинге. Вот она вот, ну, вот обычная девочка, которая, вы знаете, в офисе там где-то вот, не знаю, наукой она занимается где-то. Вот, ну, тлаборантский такой работник, в совачочках, да, здесь сжатая такая, и у нее как бы и дела в бизнесе не совсем идут. И тут она кладет руку мне на голову и начинает пророчествовать, освобождать слово. И я прямо записала ее на этот, на диктофон. Говорю, давай, повтори, говорю, что ты сам сказала, что вот, переживете, я вас укреплю, я еще у вас больше усилю, вы еще более окрепнете. Ну, и знаете, когда это все люди видят, и я такая говорю, ты кто такая? Она говорит, я вообще в Боге 20 лет, но я, короче, что-то там та-та-та, но сейчас я понимаю, что Бог меня опять, ну, вот он меня зажигает, он меня возвращает, и он поднимает вот этих вот остывших христиан, христиан, за славу Богу. И потом в конце тренинга, когда мы уже расходились, ко мне подходили и говорят, Оля, там еще девочки хотят молиться у покаяния, Оля, там еще кто-то хочет помолиться. И в конце спецтренинга мы опять собрались, еще там спецтренинг, представляете? То есть почти, ну, я думаю, что практически, ну, все 100% получили семя, и практически, ну, две трети точно приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вы представляете? Я с таким наполненным сердцем возвращалась, и мы же молились постоянно за родителей. Я еще не успела до них доехать. Ну, понятно, если бы я доехала, то, ну, было бы понятно, что, ну, да, действительно, Бог сработал через меня. Но мне мое было такое удивление, я приезжаю на вокзал, то есть все, меня все оставили, я уехала, я на вокзале, и там интернет работает только на втором этаже. И я выхожу к маме на связь, и говорю, мама, там ты-ты-ты, как дела, как у вас там настроение? И она мне рассказывает, вот, мы сегодня были, ездили в деревню, там, где Сашина родители живут, и там, конечно, все в шоке, как такое вообще может быть, никто не может поверить, это так вообще, ну, сверх, ну, как это может быть? Ну, наверное, так надо было. Представляете? Вот и я такая сижу, я через ее слова понимаю, что вот эта благодать, вот это смирение перед Богом, даже без нашего участия, оно уже опустилось на них, на неверующих людей. Наверное, так надо было. Они уже приняли, понимаете? Мы еще даже до них не доехали, а Бог им уже дал смирение в сердцах, что будет, ну, все к лучшему, что все произойдет к лучшему. И когда мы уже, ну, приехали, там, Саша уже все эти вещи рассказывал, я не хочу повторяться, если хотите, послушайте в Ютубе предыдущую наше слово. Я просто хочу засидеть за моего мужа, да, который всегда такой спокойный, такой всегда сдержанный, он такой тысячу раз подумает, прежде чем сказать, а лучше напишет и не скажет. Вот, и тут на моем муже какое-то сверхъестественное помазание. Он меня ругает, но я говорю, у него рот не закрывался. Потому что я просто, я молчала, я просто, знаете, я вот, я радовалась за Бога, то, что Он так может нас поменять. Мы зашли с Ним в поезд, мы уже улеглись с Ним спать, и в 11 ночи в другом городе заходит целая бригада мужиков, которые летят, едут в Сибирь, и он начинает к ним цепляться. А куда едете? А что такие большие сумки? Ну вот, всегда, всегда я могла кого-то зацепить, но он на второй полке лежит и начинает вот это. Мне прям было неудобно. И они такие на него смотрят, ты что, парень, тебе что, спится плохо, да? А я только успеваю вставлять, ну нормально все, у него просто папа погиб, и, короче, у него, есть что вам сказать, типа, ну, от избытка сердца. От избытка сердца говорят уста, да? И вы что вы думаете, вот Саша рассказывал, что он с этими мужчинами, вот знаете, вот когда кто-то в поезде говорит один, ну просто уже давно пришли, либо настучали, как минимум в стеночку, никто ничего не настучал, все слушали проповедь Евангелия, все слушали эту дискуссию, даже пришла женщина, которой мы ехали, я с ней ехала туда, а она каким-то чудом в том же вагоне в тот же день ехала в Москву. И я говорю, о, привет, помнишь, мы с тобой ехали? Она была в шоке, говорит, давай-ка свой телефон, случайностей не бывает. И она тоже за стенкой слушала, хотя, ну, в дискуссии не принимала участие. И сегодня этот мужчина, вот посвидетельствую, да, он через Саши, они в Вайпере переписываются, они в Сибири, а мы в Болгарии, да? И Саша там ему море скидывает, там деток своих, да, а этот мужчина ему скидывает каких-то, ну, не оленей, там, что там, северные олени, как их там на санях тягают, представляете, на чем они перемещаются, вот эту вот тундру какую-то все в снегах. И пишет, говорит, наш разговор мне так запал в сердце, что мои ноги меня сами привели в храм, представляете? А все началось с того, что он сказал, мы едем в Сибирь, начали работать для того, чтобы жену обеспечивать, в итоге с женой развелся, осталась одна Сибирь. Ну, представляете, как у человека сердце, да? И вот и Бог вовремя, Он никогда не опаздывает, Он всегда явит славу свою. И я очень сильно благодарна маме, которая мне когда-то, вот просто в голову так, включила, все будет к лучшему, все во благо верующему. И это библейский принцип, который, ну, всегда поможет нам пройти через самые сложные испытания. Поэтому, Геннадий, мы очень рады, что вы сегодня нам посвидетельствовали о том, что, оказывается, мы храм будем строить Бога живого. И я вот вообще, я зацепилась. Слава Богу за вас и за то, что у нас такой замечательный Бог. Спасибо. Спасибо.